Ребе Валентин Действительно, буквально несколько минут назад я сидела и думала, что 5 апреля у нас уже будет 20 лет, как мы знакомы, и в ноябре будет 20 лет, как мы женаты с Романом. И вы знаете, что за эти 20 лет я, наверное, не пожалела ни об одном дне, который произошел в моей жизни. Валентин Романович говорил, что по специальности я преподаватель начальных классов, действительно так. И уже много лет я не работаю по этой специальности. И я иногда говорю своему мужу, послушай, ты лишил меня хорошей карьеры, потому что у меня были все возможности. И мои однокурсники, это я? Сегодня они уже там директора школ, заучи. И они говорят, слушай, Наташа, ты представляешь, что могла бы быть сейчас рядом с нами. Но я хочу сказать о том, что когда я думаю над тем, что произошло в моей жизни, я жалею только об одном, что это время очень быстро пролетело. Настолько быстро, что я иногда думаю, что я бы хотела, чтобы оно еще продлевалось вот так, чтобы я могла еще больше познать Бога, еще больше что-то сделать для Него прежде, чем я встречусь с Ним. И я скажу ему, что вот я, да, я пришла, он скажет, эй, ты, ты добрый и верный раб. Вы знаете, что, наверное, нет больше награды, которую можно получить не в этой жизни, возможно, вот именно при этой встрече с Ним, когда Он скажет, что ты, вот именно ты, ты добрый и верный раб. И вы знаете, что, когда Он стучит, вот эта незамедлительная наша реакция ответить Ему. Не оттягивать это на завтра, не думать, что я успею это сделать с понедельника, что я успею сделать это, когда я закончу МЧБА или еще что-то. Нет, это реакция сегодня. И да, было так, что мы знали Господа и потом, ну, в отдельных путях наших, и мы оставили в свое время служение. И когда мы поженились, это были люди, которые не знали Бога лично. Они знали о Нем, но они не знали Его лично. Я никогда не забуду этот момент, я очень благодарна Татьяне. Мы провожали их уже в Киев, откуда они должны были уже улетать в Штаты. И последние ее слова при прощании, она сказала, что я хочу тебе сказать только одно, что я знаю, что я буду на небесах. И я хочу знать, будешь ли ты там. И больше она ничего не сказала, но эти слова, они перевернули нашу жизнь. Буквально за несколько месяцев у нас стал вопрос. Я говорю, послушай, дорогой, время так пришло, что либо мы с тобой расходимся, либо мы с тобой идем в церковь. Было только два пути, либо туда, либо туда. Он говорит, послушай, мы идем в церковь. За несколько месяцев мы уезжаем сюда учиться. И я вижу, что просто все это время Он сам Бог, великий Бог, Он вел нас своей рукой. Сегодня утро у меня началось с некоторых печальных новостей. И каждый день сегодня Он предлагает нам что-то печальное послушать, какие-то политические, экономические новости. Я не успела сюда уехать, когда друзья с нашей общины, они звонят и говорят, Наташа, мне плохо. Я не понимаю, что происходит, что вокруг за хаос какой-то, что делать, как стоять. И действительно, что люди сейчас вошли в эту зону кризиса политического, экономического и, что хуже всего, духовного и душевного кризиса. И они не знают, как устоять это все время. Я тоже размышляла над тем, что у меня маленькая дочь, у меня какие-то вещи в моей жизни. И как мне устоять во все это время? Я хотела бы просто поделиться коротенечко о том, что происходит в моем сердце. И я думаю, что это для каждого из нас поможет выстоять именно в это время. В книге «Паралипоминон» во второй книге, 20 главе, говорится следующие слова, 9 стих, что «Когда придет в наш дом беда, когда придет это бедствие, мы станем перед домом этим и перед лицом Твоим, ибо имя Твое в доме этом, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Знаете, Писание говорит твердо о нашем Боге, что какие бы трудные времена ни были, мы все, что можем сделать, возможно, это то, что говорил ваш Рэбе, наш Рэбе сегодня, да, вечера хвалы и поклонения. Я верю в то, что мы приходим в то время, когда эти вечера, они будут проходить каждый день, потому что люди не будут знать, где искать защиты, люди не будут знать, где искать убежище, и они будут приходить именно в этот дом, в дом молитвы, где можно встретиться с живым всемогущим Богом, который станет этой надеждой, этим упованием, этим покровом, который защитит. Давайте мы откроем еще одно местописание. Второзаконие, 20 глава. С первого стиха. «Если ты выйдешь на войну против врага твоего, увидишь к ней колесницы народа боли». Мы видим сегодня, да, что есть народ, который поднимается боли, есть вот это противостояние, которое сильнее нас самих, да. И Писание говорит, не бойся их, потому что с тобой Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетская. Дальше в этих местах Писания говорится о том, что «слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, и да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь, не ужасайтесь». Ключевое слово, что «не ослабеет сердце ваше». И я хочу сказать, что вот эта наша победа, вот эта наша вера, ее невозможно купить, ее невозможно одолжить у Валентина Романовича, ее невозможно где-то еще взять, она должна родиться в нашем сердце. Писание говорит, что «не ослабеет сердце ваше, потому что если слабеет сердце наше, тогда приходит страх человеческий, тогда мы смущаемся, тогда мы ужасаемся, тогда мы подаемся всякого рода давлению, которое давит нас, и которое хочет выбить нас из вот этого пути, которым мы следуем за Господом». И четвертый стих «Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас и врагами вашими, и спасти вас». Друзья мои, это ключевое, это хорошее слово для нас сегодня, что сам Господь, небо и земли, Он идет с нами, Он идет за нас, и Он будет сражаться с нами. У Саши и у Инны, вернее, это Сашин дедушка, которому уже сколько Саши, 92? 90, 100%, 92 года. Это человек, который прошел долгий путь, долгий путь верующего человека. В своей жизни он повстречал достаточно много всего. Он прошел Великую Отечественную войну, он прошел сложное советское время. Он сегодня в своих 92 самостоятельно садится в маршрутку и едет на собрание в церковь. Это человек, который лицом к лицу встречался с ангелами, как я сегодня вижу вас, так же он видел ангелов. И я просто размышляла над тем, что его жизнь, она была достаточно нелегкой, что давало силы, что удерживало. Я думаю, это то, что когда мы знаем не о Боге, но когда мы знаем нашего Бога лично, сильно и глубоко. И сегодня тенденция наша с вами такая, что мы размышляем о проблеме, которая возникает в нашей жизни. Простите, но что такое проблема? Какое право она имеет приходить в нашу жизнь и воровать наш мир? Но более того, возникают болезни, возникают трудности, и мы размышляем, что я могу с этим сделать, где я могу взять совета, как я могу это местописание приложить к себе, а может быть кто-то мне спророчествует что-то хорошее. Я хочу сказать больше, не о проблеме нужно думать, а о том Боге, который может решить эту проблему. И вот это наше понимание, когда мы размышляем не о том, что происходит, не о том, какой будет выход, но когда мы размышляем о том, какой великий и всемогущий, любящий Бог у нас с вами есть. Ни у других народов, ни у кого нет такого любящего, сильного и всемогущего Бога, который сказал, что если не ослабеет твое сердце, ты не смутишься, ты не устрашишься, я буду идти с тобой, я буду проводить тебя через этот путь. По сегодняшнему дню я работаю в одной из организаций, которая пересекается с нотариальными конторами. И я знаю, что это неправильно делать, я этого не делала, но люди, которые работают в нотариальной конторе, они знают, что я хожу в еврейскую мессианскую общину, и они скопировали мне одно из завещаний. Это завещание было записано дважды, в 2006 году и в 2007 году. Его написал некий Иван Горбуз. Мы же западная Украина, у нас и фамилии разные бывают. И что он пишет? Это завещание, оно в какой-то некой поэтической форме, но оно меня затронуло до глубины души. Дорога внучка Настенька, эти деньги я отримал от Еврейского фонда для праведников. Это дар, нагорода за спасение еврейской семьи в текачей из гетто. За порушение наказа фашистов наша семья, в том числе и я, была 8 березня 1944 года заарештована німцями. В тюрьме мы ждали смертей, вязанных закопали в землю живыми. Наша мати звернулася до Всевышнего с горячою молитвою. Бог є на світі! Чудом ми спаслися від неминучої смерті. Розповідай про це своїм дітям і внукам. Вы знаете, что, когда я прочитала это, я это сохранила у себя. Когда мне трудно, я достаю его, я перечитываю. И я думаю, послушай, человек находился в таких ситуациях, когда не було никакого выхода, но выход был один, обратиться с горячей молитвой к Всевышнему Богу. Мальчик, который находился в 1941 году в гетто. Почему я это читаю? Потому что мы с вами в преддверии Пурима. И это время, когда размышляй, читай, рассказывай об этом своим детям, своим друзьям, своим знакомым, о том, какой великий у тебя Бог, какой всемогущий у тебя Бог. И у нас с вами сегодня, не мы одни проходим эти тяжелые времена, но были люди, которые проходили до того, были люди, которые проходят сейчас. И после нас с вами люди будут проходить какие-то трудные времена. Но через эту пустыню есть только два пути, либо сдаться, либо закопать себя в горечи, в разочарование, либо выйти победителем. «Сумуватиму від завтра, а сьогодні намагатимусь бути щасливим. По що мені сумувати, бо дме зустрічний вітер? По що терзатись завтрашнім днем? Може, завтра роз'ясниться? Може, завтра засвітить сонце, та не буде причини для смутку? Сумуватиму завтра, а сьогодні я буду щасливим. Сумуватиму завтра, а сьогодні не буде». Я не знаю, я в гетто бы, наверное, не написала такие слова. Но сегодня вот это время для нас с вами, когда Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты учился радоваться сегодняшним днем. Я хочу, чтобы ты учился, что сегодняшний день он сам о себе позаботится». Друзья мои, разве не так? А завтра у нас с вами курс долларов будет 100 гривен или еще что-то. Мы не можем сегодня ничего с вами прогнозировать. Печалиться будем завтра, но сегодня мы будем стараться быть счастливыми, потому что мы с вами в Доме Господнім. Нас никто отсюда не выдворил. Мы собрались вместе, чтобы прославить Его, чтобы воздать Ему всичезі, хвалу. И я хочу сказать, что мой ключ во всем, которым Бог сейчас меня ведет, это благодарность. В трудное время это благодарность. Я благодарю Бога за все. Неделю назад Бог любит меня будить в период с двух до четырех часов ночи. Мне это очень не нравится, потому что я встаю в шесть утра, и я готовлюсь уже на следующий рабочий день. И Богу нравится приходить именно с двух до четырех часов. И я размышляю о многих вещах. В последние дни Он говорил, я хочу, чтобы ты посмотрела, за что есть тебе благодарить меня. Я повернулась, и рядом в кровати спит наша дочка. Каждое утро, каждый вечер я молюсь о нее. И вы знаете, что я благодарю Бога за все, что есть в моей жизни. Я живу в квартире, которую я не купила. Это квартира моей мамы, но у нас там есть комната. Спасибо Господу за это. Я езжу в машине, которую я не купила, но, слава Богу, Господь позаботился. У меня есть это. У меня есть дочка, которую вы знаете, что мы очень долго ждали. Я благодарю Бога за то, что у меня есть моя дочка. И когда мне трудно, вы знаете, что происходит? Я вижу ее лицо, и я говорю, что у меня нет права отступить назад. Она мне служит напоминанием того, что Бог сделал в моей жизни. Когда я вижу свою дочку, я благодарю Бога, я смотрю на нее, и просто через ее лицо я вижу, как Бог мне говорит, я хочу, чтобы ты помнила, что я сделал в твоей жизни. И это внутри меня стимулирует вот эту ответственность перед Богом, что я не могу никуда, ни влево, ни вправо, но только вперед идти тем путем, который Он предназначил для меня. Благодарить Бога. Неустанно, постоянно. Послушайте, нам есть за что благодарить. Правда. Правда, нам есть за что благодарить Бога. Вера. Мы часто говорим о том, что мы верующие люди, но если мы посмотрим, что вера, она не является каким-то личным вопросом. Это то, что должно расти внутри нас. Это то, что должно развиваться внутри нас. Это то, что должно выходить из нас. Бескомпромиссность. Сегодня для нас вот это время, которое приходит, что мы не можем пойти на какие-либо компромиссы с врагом или с грехом. Сегодня это время, когда это наша с вами ответственность следовать за Богом. Я в сапад. 20 глава Паралипоминон. Это был хороший царь. Он любил Бога. Он был в молитвах. Но было одно но. Любил союзы с языческими царями. Но было одно но. Как часто бывает у нас с вами, что мы любим Бога. Мы проводим время в молитвах. Но иногда мы любим заключать союзы, которые не угодны Богу. Единство. Как много людей сегодня говорят, что я глубоко верующий человек в своем сердце, но мы не видим их в собраниях. Но сегодня это именно то время, когда хорошо и приятно быть братьями и сестрами вместе. Потому что одиночки – это угольки, которые тухнут сами по себе. Друзья, я вас хочу поблагодарить, очень многих из вас, которые стояли в наших молитвах. Вы знаете, что у нас в общине есть девушка Лиана, которая была очень тяжело больна. Онка. И Сашина мама Наташа. Сегодня у нее тоже идет обострение болезни. И с понедельника она ложится в больницу. И сегодня я позвонила ей, и она практически со мной уже не могла разговаривать. И что я хочу сказать, что вот это время, которое Бог дает, что если бы эти люди, они были одиночки, что с ними бы произошло? Что с ними бы произошло? Они бы давно уже сгорели. Но когда мы находимся в Доме Божьем, где вокруг нас находятся люди, которые могут нас поддержать, это вот именно сейчас, это время не уходить из Дома Божьего, а приходить в Дом Божий. Это именно вот это время, когда укреплять своими связями Дом Божий, усиливать. Я думаю о том, что произошло бы со мной, если бы я не была с вами. Кто стоял бы за меня в молитвах? Я не знаю. Я не знаю, что было бы. Но я знаю, что только по той причине, что вокруг меня крепкое кольцо у моих братьев и сестер, враг не может ко мне подступиться. К филиппийцам 4 глава, 19 стих. Бог мой восполнит всякую нужду. Скажи себе просто, что твой Бог, Он восполнит всякую нужду, Он позаботится о тебе. Я очень люблю 12 главу Евреям с 1 стиха, где говорится. Давайте мы ее откроем. Евреям 12 глава с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Я говорю сейчас к тем, кто чувствует, что он одинок. Может быть, вы потеряли родных, близких, или вы сражаетесь с какой-то болезнью, или вы сражаетесь с болезнью ваших родных или близких, и вы чувствуете себя одиноким. Но Писание говорит, что мы имеем вокруг себя облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Послушайте, Аня Шейногие принадлежит ее поприще. Наташа Свентык принадлежит ее поприще. Каждому человеку в этом зале принадлежит какое-то свое поприще, которое мы с вами проходим. И я не могу изменить ваш путь точно так же, как вы не можете изменить мой путь. Но вы можете мне помочь его пройти. Я могу помочь пройти этот путь вам. Взирая на начальника и совершителя веры, это то, что я говорила несколько раньше, что наш фокус не на проблеме. Наш фокус на начальнике, на вседержителе, на совершителе веры. Наслаждаться тем, кем является наш Бог. Размышлять, какой он есть, какое его сердце, какая его сущность. Я думаю, что это то, что даст нам с вами силы сегодня. Который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший простромление воссел одесную престола Божего. Ему принадлежало что-то одно. И сегодня Виктор говорил замечательно, да, Гефсимания. Ему что-то принадлежало другое. Но благодаря тому, что он прошел, мы с вами можем проходить сегодняшний путь. Есть одна притча о человеке, которому приснился сон, что Бог его позвал пройти свой путь и вручил ему крест. Может быть, вы слышали уже об этом. Он взял свой крест и встал в колонну с людьми, которые тоже несли свои кресты, и они шли. И он ощутил эту тяжесть креста и говорит, я не могу нести уже свой крест. Мне нужно его чуть-чуть укоротить. Он сел на обочинку, укоротил свой крест, взял и налегке уже пошел за остальными людьми. Они подошли к пропасти. И он увидел, что конец его вот этого земного пути он уже совершился. И ему нужно теперь перейти через эту пропасть. Но как туда перебраться? Его глазам открылась картина, что люди просто снимали вот этот крест, ложили и по нему переходили на тот край пропасти. Он взял свой крест и посмотрел, что тот слишком короток для того, чтобы перебраться на другой край. Это всего-навсего аллегория. Но как часто у нас с вами бывает так, что когда Господь обращается к нам, и ты, пастор Роман, возьми свой крест, отвергнись от себя, иди и следуй за мной. Но у нас находится множество различных причин, чтобы не взять эту ответственность. Что такое мой крест? Нет, это та ответственность, это та жизненная позиция, которую мы берем, чтобы следовать за ним и соответствовать его Божьей воле. Но когда приходит трудное время в нашей жизни, мы замечаем, что нам нет возможности перебраться на тот край пропасти, потому что в свое время мы не взяли вот этой ответственности, которую Он хотел нам дать. Это, возможно, было не посильно для нас, это, возможно, было тяжело для нас. по одной причине, потому что мы не размышляли над тем, какой у нас Бог. Вы знаете, маленькая дочка, и так же, как у вас есть дети, вы знаете, что дети очень хорошо знают своих родителей, да? Они очень хорошо знают, как найти доступ к нашему сердцу. И я хочу сказать, что Он сегодня говорит, что вы мои дети, вы мои дочери, вы мои сыновья, и я хочу, чтобы вы знали мое сердце, не потому что можно что-то взять. Мы вчера разговаривали во время шабата, уже в конце с Сашей, и мы говорили о том, что мы бы хотели видеть гораздо больше исцелений в нашей жизни, чтобы Бог отвечал на молитвы, чтобы люди получали исцеление. И я говорю, знаешь, Саша, мы так часто размышляем над тем, что Бог нам дал, но мы так мало часто размышляем, что Он у нас забрал. А забрал Он у меня гораздо больше, чем дал. Он у меня забрал страх, Он у меня забрал нерешительность, Он забрал у меня сомнения, Он забрал у меня в конечном итоге мою болезнь, Он забрал у меня много вещей, а я часто хочу размышлять над тем, что Он мне может дать. Я просто хочу быть благодарна Ему за то, от чего Он меня уже избавил. Да, у меня Он гораздо больше. Друзья мои, мы сегодня все здесь надеемся и верим, что в некий день, если мы с вами не сочтем себя опоздавшими, если в некий день мы с вами не будем прохлаждаться, мы войдем в этот вечный покой с Ним. Вот это ожидание встречи с Ним, ожидание возлюбленной, которая ожидает своей встречи с своим царем. И часто нас спрашивают, что Бог приготовил для Украины в это время. Скажите, пожалуйста, как многие из вас искали в интернетах пророчества об Украине в последнее время? В Орхомашех не искали, в Хмельницком только ищут. Нам регулярно друзья скидывают какие-то ссылки, пророчества там, пророчества там, пророчества там. Что-то есть сходное, что-то есть разное, но есть одна тенденция. Я хочу выбрать то пророчество, которое мне подходит, что будет в Украине. Откройте 90-й псалом. Я вам хочу сказать пророчество для Украины. 90-й псалом, 9-й стих. «Ибо ты сказал, Господь упование мое Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Этот псалом подарил нам из сердца своего Рик Карелли. Буквально на прошлой неделе он был у нас в Хмельницком. И он говорил о том, что да, 2015 год это будет очень сложный год для Украины, но это будет благословенный год для мессианских общин. Он сказал, что я верю, что Господь вложил в мое сердце слово о том, что 2015 год это будет особый год для мессианских общин. Это будет время благословения, это будет время усиления. И Господь сегодня в Украине говорит, что твое слово это в 90-м псалме, что Господь прибежище твое. Почему многие люди не входят в эту зону обетования и обещания от Бога? Потому что они делают Бога всего-навсего кратковременным пребыванием, но они не делают Бога постоянным местом обитания. Пришел Бог, постучал в нашу жизнь, и Он говорит, я хочу постоянно там обитать, но мы даем Ему всего-навсего кратковременное обитание в нашей жизни. И только по этой причине мы слабеем, мы ослабеваем в нашем сердце, и мы подаемся всем тем ужасам врага. Итак, не за горами пурим. Совсем недавно была Ханука. У Епифана была одна задача. Он хотел отрезать путь к Богу. Нет жертвенника, нет жертвы, нет Бога, друзья мои, евреи. Все проблемы решились. Что делал Амалик? Вы помните, как он нападал на израильтян? Ссади на ослабевших. Давайте посмотрим. Это Второзаконие, 25 глава, 17-19 стих. 17 стих, 25 главы. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути, побил тебя сзади всех ослабевших, когда ты устал, утомился, и не побоялся он Бога. Когда враг нападает, когда мы слабеем. Когда враг настигает, когда мы в хвосте. Почему мы всегда говорим, слушай, Анна, будь главой, а не хвостом, да? У нас есть такое пожелание, будь во главе, а не в хвосте. И поэтому человек, который, двоящийся в своих мыслях, он не тверд на своих путях. Бог увещевает, что если мы хотим сегодня эту нестабильную пустыню пройти, то прежде всего мы должны укрепиться и усилиться в нашем Боге, в нашем сердце. И вот эта победа, это наша вера. Наша победа, это наша вера. Она рождается изнутри нас самих. И если мы с вами слабеем, то тогда враг настигает нас сзади. В одной из глав говорится второзаконие, то ли 20-е, то ли 25-е. В моем, что 20-е говорится о том, что скажи так же тем, которые слабы, пусть остаются дома, чтобы они не посеяли эту слабость среди всего народа. И я хочу сказать, что среди нас с вами есть люди, которые слабы в своем сердце. И если мы с вами сегодня здесь, в этом зале, то это только для того, чтобы наше сердце в Боге, оно укрепилось. Это только для того, чтобы мы могли взять кого-то к себе на плечи, чтобы мы могли кого-то вместить в свое сердце, чтобы мы могли расширить это и позволить Богу укрепить этого человека и пройти этот путь. Филиппийцам 3 глава 7-й и 10-й стих говорится о том, что я все почитаю тщетой ради превосходства, познания моего Господа. «Я все почитаю за ссор, я все почитаю ниже, чем познание моего Господа». Пурим – это время выбора Бога как Бога. Это не образ жизни, кратковременный, это не наша какая-то визитная карточка, это сознательный выбор Бога как Бога. Это сознательное решение в нашей жизни, это борьба, чтобы истребить то, что Богу не угодно в нашей жизни. Это вот это время бескомпромиссности, когда мы идем и следуем только за нашим Богом. И очень часто бывает так, что возложив руку на плуг, мы что делаем? Озираемся назад. Но Бог говорит, что смотри, смотри, куда ты идешь. Созерцай красоту небесного Иерушалайма. И я хочу воодушевить себя прежде всего и каждого из нас, что когда мы с вами не имеем в виду красоту, мы не имеем в виду красоту, это нелегкое поприще для нас. Будьте благословены. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok